Приветствую вас, друзья! В эфире программа «Золотая рыбка». Меня зовут Евгений Додолев. В гостях у нас сегодня легендарная Яна Поплавская. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, кстати, только сегодня утром узнал, что вы могли бы быть и не Яной, что папа хотел вас назвать совершенно по-другому. Значит, в семье доминировала мама всегда? Последнее слово было за ней? Да, ну, в принципе, да. Вы абсолютно все точно отгадали. Но вопрос в имени, конечно, но папа хотел меня назвать Соней, потому что он очень любил маму. Ну, я думаю, что там Софья Поплавская, это тоже красиво. Но мама как-то вот, она хотела Яну. И я вам, честно скажу, я очень люблю свое имя. Люблю. А в общении с журналистами вы осторожны? Вас подводили, мои коллеги, когда-нибудь? Ну, перевирая ваши слова или приписывая вам то, что вы не говорили? Очень хороший вопрос, мне он очень нравится. Вы знаете, сейчас, в общем, журналисты измельчал, он не хочет работать сам. Он заходит в соцсети, прочитает пост, там скомпилируют, тут скомпилируют, а деньги-то получают. И поэтому иногда, когда ты смотришь, думаешь, боже мой, а ты же кто же такое сказал? Ну, точно не я. Ну, мне всегда жалко очень людей, которые приходят в профессию, а потом эта профессия уходит от них. А профессию ваших сыновей кто выбирал? Они сами? Да, да. Они выбирали сами. Я очень хотела, чтобы, например, старший Клин, который режиссер, я очень хотела, чтобы он был юристом, потому что он этого хотел. И он в 15 лет поступил в Московскую юридическую академию, в 15 лет. Закончил экстерном школу. И, конечно, для меня это было, ну, как для всякого родителя. Я сидела в туалете академии, натянув кепку, под видом абитуриентки я прошла, ну, тогда я была похудея. И я сидела и курила. И какой же был ужас у меня на лице, когда в мужской туалет, я даже не посмотрела, куда я вошла. Потому что аудитория, где он сдавал, прилегала к этому туалету. И я не посмотрела, что это мужской. Зашел какой-то мужчина и тошно запопил, что вы тут делаете. А я с сигаретой в кепке. Я говорю, тихо, 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 тихо. Я говорю, не кричите. Я говорю, у меня тут сын сдает экзамены. И он с ужасом, правда с ужасом, посмотрел на меня, говорит, Яна, это вы? Я куда? Почему ты шепотал? Он говорит, тоже шепотал. Там ваш сын. Я куда? Он говорит, а что же вы не сказали? Я говорю, а вы кто? Он говорит, я тикан. Удачно, кстати, зашел. Ну, видимо, он пришел посмотреть, не списывает ли кто-то. Но поступал он честно. Можно мне не задавать вопросы, я взятки никогда никому не даю. Клим прям с рождения был записан Поплавским? Да. А почему не Гинзбургом, допустим, когда в 16 лет он получал паспорт? Ну, вы знаете, это же вопрос к нему, а не ко мне. Нет, вы, по-моему, такой авторитарный человек, который может на самом деле... Вам так кажется. Да? Да. Это очень часто люди, которые меня плохо знают. Я просто честно вам скажу, это очень удобно. Когда ты дистанцируешься, тогда тебя не укусит. Тогда тебя, ну, сложно схватить, правда. А вас прям кусали-кусали? Да. Ну, я знаю там историю, допустим, понятно, с детства, про злую девочку Кристину, которая... Ну, послушайте, мне всегда было достаточно сложно. Вопрос не в детстве. Например, когда я поступала в театральный в Щуку, мне родители не помогали не потому, что они не могли помочь, а потому что меня очень жестко воспитывали, очень всегда были требовательны ко мне. И мне моя мама сказала, что если это действительно твоя профессия, иди, хотя я знаю, что по поводу других детей родители звонят и договариваются. И я шла вот, ну, по всем театральным институтам. Мне было очень приятно, что меня брали в ГИТИС, но мой папа, которого... Ну, мой папа-отчим, хотя я его никогда так не называла, моя душа, моя любовь, он мне сказал, иди, иди, я всегда буду рядом. То есть он стоял внизу, а я шла. И я поступала в ГИТИС, меня брал Андреев. Вот, потом я пришла в Щуку, очень тяжело там шла с тур на тур. И потом Катин Ярцев, как мне рассказали, он это подтвердил, когда было заседание ученого совета, сказали, Поплавская, понимаете, у нее такая киношная органика. На штуку Катин Ярцев сказал, что вы знаете, господа, органика такая штука, либо она есть, либо ее нет. Вот тут она в полной мере. И меня взяли. Хотя, в общем, коллоквиум, например, это был самый сложный экзамен, сдали на пять только я и Надя Владиславова, моя однокурсница. Конечно, мне было непросто, потому что мне все время тыкали тем, что, ну, типа, ну что, ты звезда, да, ты звезда, ты все время снимаешься. И несколько педагогов было, хотя у меня были потрясные педагоги в щеке, были несколько педагогов, которые почему-то усматривали какую-то некую звездную болезнь. А звездная болезнь, наверное, это как раз та дистанция, которую я всегда держала. Я никогда ни про кого, никому не рассказывала. Никогда не стучала. Никогда. А вот с собой по гамбургскому счету вы разбирались, были в вашей фильмографии работы, которые вы, ну, наверное, стыдитесь, это неправильный глагол, но сейчас бы не снялись бы уже, понимая, как это выглядит. Или вы всем гордитесь, что вы сделали в кино? Ну, я бы была полной идиоткой, если бы я всем гордилась. Мне кажется, что это как раз, это новая порода людей, которая всегда довольна собой и очень любит смотреть себя по телевизору. Разве раньше таких не было разве? Ну, послушайте, люди обычно, в принципе, знаете, как хорошо говорил мне папа, на самом деле времена всегда одинаковые. Спорный тезис? Спорный, безусловно. Ну, мы всегда проводили свое время в диалогах. Я не думаю, что времена одинаковые, конечно. Я думаю, что, в принципе, то, что касается людей из десятилетий, из столетий, сущность человека, она мало меняется. Люди всегда поделены на людей, которые живут для кого-то, осознавая, что они приходят в эту жизнь не для того, чтобы пить, жрать и, собственно, заниматься своей собственной карьерой. А приходят для какой-то определенной работы, конечно. И живут не только для себя, но и для других. Ну, жизнь действительно достаточно короткая штука, я это очень хорошо знаю. Поэтому, то, что касается ролей, я кольцую. Я очень люблю Васу Железнову, я очень люблю темные воды, там хорошие работы. Чтобы мне было стыдно, пожалуй, нет. Я могу быть недовольна тем, что, например, сейчас бы, сейчас, с позиции не возраста, а даже отношения к жизни, я бы сыграла несколько по-другому. Когда мне что-то не нравилось, я не соглашалась, когда был застой киношный, я до сих пор помню, как мне предложили сценарий, и там была такая сцена написана, и они лежали друг на друге, мокрые, в поту, и пыхтели, как раскаленные чайники. Представляете, она всю жизнь это запомнила. Что вы смеетесь? Я когда это прочитала... По-первых, это красиво, как говорит Кончаловский. Я когда это прочитала, у меня была такая пауза. Я закрыла и сказала, вы знаете, нет. А времена тяжелые для индустрии, это какие имеются в виду, 90-е? Конечно, конечно. То есть вы не разделяете тезис на Инны Ельциной, что это святые годы 90-е? Ой, не надо. Это самые были тяжелые годы. Тяжелые для театра, тяжелые для киноиндустрии, тяжелые для людей, которые занимались творчеством, и которые не занимались творчеством, потому что люди выживали. И я это очень хорошо помню. У меня был маленький сын на руках. И что-то достать, и как-то жить. Но единственное, что я вам могу сказать, абсолютно не кривя душой, а я была счастлива. В 90-х? Да. И таких человеческих отношений, таких потрясающих вот этих кухонных застольев и такой сплоченности и взаимопомощи, ну, пожалуй, я не наблюдаю сейчас. В Ельцинские годы совсем не было цензуры. Сейчас мы наблюдаем, в общем-то, глобально, не только у нас в стране, уже, ну, смотрите, ненормативную лексику вообще нельзя употреблять не то, что ненормативную, так называемую, как она называется, приниженную или не разрешают демонстрировать сцены курения, даже когда речь идет о киноклассике. Зато голые, не знаю, вот тут слово, вдруг я вам помешаю в вашей программе, голые попы, попы же можно. В театре, в кино тоже не очень приветствуется. Сейчас все-таки театр, кино, это совершенно разные степени свободы. Ну, так подождите, вы же про общую цензуру. Это вам, нам времени не хватит, чтобы поспорить. Я написала огромный пост о толерантности, который в свое время взорвал интернет. И я помню степень, ну, своего отчаяния, негодования к тому, что сейчас происходит. Но вы понимаете, в чем дело? И Министерство культуры, и Департамент культуры как-то стали очень лояльны. Опять же, ненавистное мне слово толерантность. Они принимают все, а вы говорите о цензуре. Ну, что вы. Ну, ваш тот пост, он даже в Википедии отмечен. Но дело в том, что время, которое прошло с вашего выступления, очень кардинально ситуация вообще в отрасли изменилась. Вы же знаете, допустим, что в Голливуде теперь есть рекомендации. Да, это я очень хорошо знаю. Квоты, что должно быть определенное количество. Но мы не Голливуд, я вас перебиваю, простите. Но дело в том, что, ну, почему нужно обязательно заимствовать какое-то Гэ? Нельзя ли что-нибудь хорошее? Вот слава богу, ну, вы увидите, скоро и у нас появится то, что рекомендовано Голливудам. То есть вы считаете, что тоже будут эти квоты, что должны быть какие-то представлены? Через какое-то время, да. Мы можем с вами, знаете, как вы в детстве говорили, давай замажем. Не будем. Я не хочу. Хорошо. Но ведь у нас те масштабы, которые за океаном мы наблюдаем, не приобрело вот это вот. То, по поводу чего вы тоже высказывались вот эти сексуальные преследования, харассмент, вот то, чем Проклова отличилась. У нас это все-таки в целом социумом отторгается. А в то время как на Западе, это называется, знаете, такой есть глагол «зашло». У нас, мне кажется, не заходит. Ну, вы знаете, это же опять то пресловутое, навязшее в зубах окно Авертона, не мне вам говорить, что если показывать на протяжении энного количества времени, совсем недолгого, голый зад или человек с неприкрытыми гениталиями, то через какое-то время общество скажет, ну, в принципе, это нормально, и в этом ничего абсолютно страшного нет. Это норма. Это вопрос к тому, к чему мы приучаем людей. И... Вы считаете, что людей можно к чему угодно приучить? Безусловно. Смотрите, у нас 70 лет советской власти, людей приучали к классической музыке. И как-то, в общем... Ну, мне не так приучали. Послушайте, я преподаватель, я преподаю 20 лет. Поверьте мне, для того, чтобы научить человека, и вы сами это знаете, его нужно заинтересовать, но к этому еще нужно приложить слово «любовь». Я люблю своих учеников не потому, что у меня тут нимб над головой светится, я такая шикарная, такая вот... Вы шикарная, да. Знающая все. Вот, знаете, я вам честно скажу, если бы у меня была возможность заниматься только и жить вот в мире детей, я бы там находилась. Потому что каждый раз я себе задаю вопрос, ну, как из этих чудесных маленьких человеков как потом вырастают подчас такие ужасные, гадкие люди? Как? Я... Это вопрос риторический. Я знаю, как. Потому что то, что впихивается родителями в голову, и то, как жесток социум, деформирует их души. У меня вот есть... Это не реклама. У меня есть школа чтения. Я даже вам не буду говорить, где она, какой проект. Ну, мало ли. Опять за рекламу скажут у нас тут. Проект социальный. Мне все говорили, Поплавская, ты что, сдурел, что ли? Бери деньги за это. Я не хотела брать за это деньги. Я хотела показать, так как это пока в Москве, что в Москве можно получить достойное образование не за деньги. И что не нужно отбирать детей, устраивать конкурсы, проверки, ставить им какие-то баллы. Это дети с улицы. Единственное условие было, что родители будут учиться вместе с детьми. Пришли... То есть немножечко здесь, в каком смысле они будут учиться вместе с детьми? Да. Ну, то есть буквально... Не ходить, пить кофе. Не такое прекрасное слово, но другого не найду. Как вот по тютьке Евгения Саныча Евстигнеева. У него такое слово было, по тютьке. Правда, понятно, что он имел в виду в театре? Да это не репетиция, это по тютьке какие-то. Так и слово шарится. Шарится по магазинам, пока ребенок занимается. С моей точки зрения, родитель только тогда может контактировать с ребенком, когда контакт потерян. Очень часто. 10-11 лет, 9. Родители же очень мало сейчас общаются с детьми. Когда он точно понимает, чем занимается его ребенок. Когда он в такой же ситуации, как и его ребенок. И мои дети сейчас занимают первые места на литературных фестивалях. Работают уже в детском возрасте. В театре советской армии. В государственном театре детской эстрады. Ну, я могу очень долго об этом говорить. То есть, мое отношение к преподаванию, оно такое. И тогда из этого ребенка вырастет совсем другой человек. То есть, вы считаете, что приобретенные знания и навыки важнее, чем врожденные какой-то талант и харизма? Ну, вы никогда не думали о том, что, например, по оценкам экспертов из мировых институтов мозга, я этим очень интересуюсь, дети до 3-х, максимум 4-х лет, невероятно талантливы. Показывают фантастические результаты в тестированиях. Но как только ребенок идет в школу, шкала таланта падает на 50%. Представляете? Почему? Потому что вот тот самый социум, разные семьи, сюда вмешиваются материальные истории, деньги, статусность. Статусность. Слушайте, когда все оказываются вот в этой последней коробочке, да, они ничего с собой не уносят. И статус – это вещь очень-очень эфемерная. И очень многие вещи, ну, очень относительно в этой жизни. Потому что разве мы с вами, мы с вами можем вспомнить Абдулова, Янковского, Евгения Александровича Евстигнеева? Я его вспоминаю по-другому. Потому что у меня с ним были, да, отношения личные, мы вместе с ним работали, этот человек прошел там через мою жизнь. Но смотрите, эти люди сделали фантастические карьеры. Они ушли. Ну, когда их вспоминают? В день рождения? В день смерти? Это огромный кусок жизни. Это фантастическая работа. Это служение. Ну, я уж не говорю о Волчика, о театре «Современник». Не могу не спросить про Бузову. Зачем? Не знаю. Зачем вы так? Просто про аналоги, когда про театры заговорили. Что вы скажете? А вы меня ничего не спросили? Ну, ваше отношение к тому, что очень популярно в Инстаграме. И, естественно, с небеспособностью девушка вышло на сцену культового театра. И это стало событием, о котором написали абсолютно все. И это привлекло внимание к этой площадке. Ну, вы же сами можете ответить на какое время привлекло внимание к этой площадке. Это сцена, политая кровью потом известнейших актеров. Вот такое слово для многих, не знаю, корифеев сцены. Вы знаете, что такое эффект Данинга Крюгера? Нет. Ой, вам будет очень интересно. На самом деле, вы знаете. Просто этот прекрасный человек... Ну, Крюгера вы точно запомните. А Данинга добавите. Дело в том, что коротенький, можете, кстати, это в общем обращение к телезрителям прочитать. Это как раз по поводу Бузовой. Очень часто люди невероятно талантливые, одаренные. И даже небольшое количество гениальных людей, которые, в принципе, осознают свою гениальность. Но каждый день... Это я так по-человечески объясняю, чтобы было очень понятно. Каждый день задают себе вопросом. Так ли я гениален, так ли я талантлив? Нет, я, наверное, не смею, я не могу. Нужно еще работать. Нужно, да? Нужно, нужно, нужно. И вот этот голос судьи и требователей не дает творческому человеку по-настоящему, одаренному, идти и говорить... Это я! Это я! Вот такая талантливая. И удивительно, что на руководящих постах, на очень многих сценах... Я имею в виду не Москву, я имею в виду российскую историю. Да и, собственно говоря, в разных областях руководящие места или места людей, которые могли бы занимать профессионалы, достойные люди, умные люди, талантливые, занимают люди среднестатистические. Потому что им больше нужно, потому что они наглее, потому что они беспринципнее, потому что они не умеют давать себе оценочную категорию, потому что, глядя на себя в зеркало, они говорят, как многие дебильные психологи. Ты должен проснуться и сказать себе, я прекрасен, я талантлив, я это... А я думаю, господи, так надо же вызвать дуровоз 242-ю бригаду. Ребята, выезжайте! Выезжайте! Нужно брать! Но психушки тоже закрыли. Понимаете? Нельзя никого положить в психиатрическую клинику. Нельзя! И когда уважаемый мой Эдуард Баяков, человек образованный, достойный, вдруг ведется на такую историю... Единственное, что я вам скажу, когда я прочитала, что Бузовой заплатили полмиллиона, я подумала о том, А почему тогда актерам МХАТа не платят такие деньги, когда они вводятся в спектакль или начинают работать вообще? Почему им не платят высокую, достойную зарплату? Вот же о чем речь. Это все пройдет. Когда люди опускаются на дно, неизменно наступает момент всплытия, но не дерьма. Про всплытие сразу по аналогии вспомнил про нашу золотую рыбку. Это карась китайский зовут его дядя Володя. Он исполняет желание. Да, его так назвал первый гость нашей передачи. Яна, я попрошу вас озвучить какое-нибудь желание. И буду надеяться, что оно будет исполнено. А мое собственное желание? Да, конечно, исключительно. Вы же гости. Если про себя, то я очень бы хотела опять начать сниматься в кино. Потому что я действительно этого заслуживала. Я очень хорошая актриса. Хорошая, драматическая. И вовсе не постоянная красная шапочка. А то, что касается золотой рыбки. Вы помните три желания исполняет? Я вам напоминаю. То, конечно, я хотела бы пожелать всем людям то, что я знаю, спасает их всегда. Оптимизм, чувство юмора и безусловная надежда. Потому что если мы не будем надеяться, то мы не сможем жить. Ну, а всем детям я желаю шикарных учителей. Чтобы учителя были такие, чтобы они отражались в сетчатках вашего глаза, когда вы становились взрослыми. Спасибо вам. Надеюсь, что в следующий раз мы в этой студии увидимся после премьеры фильма, в котором вы сыграете. Было бы очень здорово. Спасибо. Спасибо.